Уже очень скоро 24, 25 и 26 марта в городе Екатеринбург состоится второй семинар клуба Гермес Холдинг на котором вы узнаете кто мы такие и что такое инвестиции как инвестировать правильно как стать независимым от нашей кредитно-финансовой системы и что такое независимость в целом по всем вопросам стоимости и приобретение билетов вы можете обращаться ко мне меня зовут Людмила Ванна и все мои контакты будут ниже под этим видео до встречи на семинаре слушайте Настя рыбка это прям какой-то Элвис Пресли и баба Ванга в одном лице образца 2018 все-то она про всех знает всем до нее есть дело с дерипасками приходками на яхтах катается и они ей тайны секреты тут же рассказывают с Павлом Дуровым лично знакома который по ее мнению оказывается цитирую полный зброт а сейчас вот девочка из Бобруйской и вовсе грозится поведать миру о связях российских депутатов с Дональдом Трампом прикиньте даже в эти нюансы ее посвятили и вот обо всем об этом уже полтора месяца на полном серьезе трындят в том числе и уважаемые СМИ слушайте хуиз мисс Настя рыбка может у Всевышнего Дочи еще всю дорогу была мы просто не знали об этом начинаем не ну правда уже смешно какая-то прости господи рыбка главным ньюсмейкером страны стала во всяком случае в рунете о ней говорят люди претендующие или претендовавшие ни много ни мало на пост главного в стране я сейчас и Навальном и Собчак например о ней говорят действующие политики наделенные властью тот же Ройзман пожалуйста за ней бегают журналисты Эхо Москвы и других в общем серьезных изданий с коими впрочем эта девица ведет себя достаточно высокомерно но они все равно готовы целовать песок по которому мадам ходила привет фонтан кару я кстати думала отвечать на ваши вопросы или нет а потом я их прочитала и поняла что я хочу на них ответить так ну первое первую скучноту я пропускаю потому что это я много где уже комментировала насчет того что цитирую появилось заявление в котором Дерипаска обещает неприятности тем кто будет распространять Ребята у меня взрыв мозга просто у нас вообще проблем в стране не осталось включаешь телевизор там про Шурыгину или про героев дома 2 все это дело высмеивают интернетчики но я захожу в интернет а эти умники Настю на полном серьезе обсуждают так чем одни отличаются от других то тупой еще тупее это единственная характеристика которую я могу дать происходящему а между тем наступила весна дальше видимо будет страшнее это реальная журналистика сегодня легкое весеннее поехали травка зеленеет солнышко блестит ласточка торопится в сене к нам в наш сумасшедший дом в смысле в котором как раз период открытых дверей начался дебаты пошли в эфире кандидатские слушайте по ходу братьям запашным пора закрывать свою избушку на проспекте вернадского на клюшку и двигать на биржу труда потому что уже после первого раунда тех дебатов я например задумался а смогут ли артисты большого московского выдержать такую конкуренцию кто не видел посмотрите для всех остальных на биц я принято что у вас ведут себя приличнее чем вы замолчи замолчи дура замолчи владимир рульс ну не оскорбляйте женщину ну если она тупа владимир рульс если мозгов нету но началось вот видишь вот идиотка что убери ее отсюда я не имею права сейчас идет время я не имею права это делает цик черная грязь отвратительная баба последняя ребята напоминаю что это кандидаты в президенты россии нет понятно что выборы это всегда шоу по другому не бывает кстати главный политический шоумен 2017-2018 алексей анатольевич это сходу уловил и работает на публику по полной гайке результат фамилию этого человека сегодня знает даже самый потерянный для общества ватник но одно дело действительно устраивать шоу нормальное качественное ну или с претензией и совсем другое вести себя как идиот школьник на продленке вот я в это не очень то верю сразу оговорюсь но все-таки мысль такая нет нет достучиться в подсознание а может просто задачи перед людьми такие стоят выглядеть на глазах у всей страны а полными долба дебилами то есть ну чтобы у народа сомнений не осталось на кого из участников этой гонки хотя бы ставить кто из них вменяем ой как же я не хотя как же я хочу сейчас ошибиться в удмуртию в рамках весеннего гастрольного тура давайте заглянем историю эту прислал мне зритель вот такую интересную бумагу ему предложили заполнить в одном из ижевских детских садов в конце февраля где у человека воспитывается ребенок ну вот она партия единая россия обращается к вам с просьбой принять участие в выборах президента российской федерации прийти на избирательный участок 18 марта а вот дальше я не понял человеку предлагается заполнить эту бумагу вписать туда свои фио дату рождения адрес регистрации место фактического проживания еще внимание номер уик участковой избирательной комиссии все остальное сами видите но главное последний пункт подписывая этот листок подписавший дает согласие на обработку использование его персональных данных сразу стоп где использование в каком месте партия театре не который данная анкета составленные распространяется собирается использовать собранные данные у избиркома они вроде и так есть тогда зачем я не хочу сейчас произносить этого нехорошего слова вброс но это единственное что мне в данной ситуации приходит в голову уж простите отдельные господа ни в коем случае не пытаюсь сейчас оклеветать вашу партию но вы бы разобрались с этим что ли вот эту бумагу во всех группах у вас кто ее принес смысле смысле а что вам вам тут что-то не нравится 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 вы не заполняйте добровольные я понимаю да знаете то что политагитация за кого-то я тут агитирую написано за единую россию так это единая россия составила только этот документ а я не агитирую спешу сообщить вам дорогие мои что женщина в кадре откровенно лжет согласно избирательному законодательству рф любая агитация в детских дошкольных учреждениях запрещена любая повторюсь лично эта женщина может ни за кого и не агитирует однако в бумаге четко прописано название политической партии руководство которой прямо и публично высказалась поддержку одного из кандидатов на этих выборах и вот эти наши возможности они все должны служить единой цели какой цели чтобы 18 марта следующего года стало днем безусловной победы нашего кандидата владимира путин я прекрасно понимаю что вот эта вот бумажка которая не содержит ни подписи не печати ничего она тупо отпечатана на принтере по сути является анонимкой я даже допускаю мысль что вся эта история может быть провокацией со стороны конкурентов кандидата номер один никогда не думал что такое скажу попытаюсь поверить что данные анкеты воспитателей детских садов в ижевске заставляли распространять сторонники ну например бабурина или сурайкина это не утверждение я просто фантазирую например но в данном случае есть железобетонное нарушение очень серьезное нарушение законодательства в связи с чем хотелось бы чтобы цик обратил на этот случай самое пристальное внимание госпожа памфилова займитесь уже наконец чем-нибудь полезным а вот вам господа похожая ситуация на этот раз из красноярска похожие да не совсем эта история произошла в гимназии номер 8 где один из учеников поклонник главного оппозиционера нашей страны написал на дверях школьного туалета фломастером фамилию своего кумира за этим занятием мальчишку поймала школьный завхоз и как водится читала пакостника вот только почему-то не за хулиганство ребенка отругали то дальше сами слушайте и смотрите так разговаривать ну конечно она не имела права поэтому будет проведена внутренняя проверка будет за входа взято объяснение дана правовая оценка ее поступка ну а с учеником будет проводиться оперативная работа не важно что там кто написал важно что в результате вот этой подростковой шалости друг м 지금 оперative ваших а машина что в результате вот этой вот шалости был нанесен материальный ущерб фломастером на двери парень что-то написал в течение тридцати секунд губкой мылом все это дело смывается нет тут был нанесен материальный ущерб все-таки причем подозреваем миллионов на сто хотя девуные миллиарды все не хочу это дальше продолжать как там то песни пелось, запахло весной. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Заходите, подписывайтесь, добавляйтесь. Ну, вы знаете все, да? А я просто в ауте. Все, пока. Пока. Тут что-то военные пушку потеряли. В полях никого. Никому пушка не нужна, парни? Ладно, я поехал, мне некогда. Субтитры сделал DimaTorzok